Ребята, всем привет! С вами Вика, я живу 18 лет в Германии, о том и рассказываю. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами отправляемся наконец-то в отпуск. Кто пропустил предыдущее видео, расскажу, что мы сначала едем к Лене в Кассель. Из Касселя у Лены ночуем, а завтра из Касселя на поезде едем в Хамбург. Вылет у нас с города Хамбург. И завтра мы вылетаем в Хургад. В Хургаде мы будем завтра вечером. Так что сегодня вас ждет путешествие до Касселя, как мы с Леоном будем ехать. Вечером мы встретимся с Леной, потусим. Ну, в общем, в общем, как-то так, ребята. Я тут собираю чемоданы, я вся мокрая, посмотрите. Мы должны были выехать в 10, сейчас уже час. В общем, все пошло не по плану. Кто смотрел предыдущее видео, у нас сломалась машинка и выключили горячую воду. Прям все вовремя, понимаете? Вот. И сегодня, вчера вечером машинку отремонтировали. Я сейчас вам ставлю кадр, что там было, кому интересно. Там целых 2 евро я вижу. Обалдеть! Ребята, я пропустила этот момент. Ровно час спустя нам удалось вытащить эту штуку. Видите, здесь сколько монет было, и они держали прям наглухо. Вот. И сегодня утром нам дали воду. В общем, я планировала у Лены помыться. Вот. Но поскольку воду дали, все процедуры я сделала дома. Вот. Ну, девочки, меня поймут, да, о чем я? Ой, собрала один чемодан, сумка, основной чемодан и третий чемодан. В общем, здесь у нас все вещи лежат. Хаотично немножко. Начала за здравие, потом уже просто докидывала, чтобы по килограммам подходило. Вот наши масочки. Вот. Этот чемодан полупустой будет ехать в Хургаду, потому что мы на обратном пути, естественно, мы что-то купим, что-то приобретем, и чтобы место было, не нервничать, не психовать, что по килограммам, нам можно 20 килограмм туда и сюда. В общем, он будет полупустой. Ну, а здесь у меня лежит всякая техника. Что тут хоть лежит-то? Подушечка, колбаски и куртки теплые на всякий случай. Вдруг завтра будет прохладно. Ну, и на обратном пути может быть прохладно. Вот. Ребятки, возьму еще рюкзак с собой. В принципе, вот уже почти все собрано. Все, ребята, все собрано. Все готово. Мы присели с Леоном на дорожку. Ну, так же надо правильно, да, Левка? Левка, кстати, поспал, пока я собиралась. Ой, ребята, так тяжело было собраться, честно. В голове опилки какие-то. Все, с Богом, поехали. Ребята, я обожаю вот этот звук, когда едет чемодан по дороге. Это значит, мы едем в отпуск. Или в командировку. Ну, как вам этот звук? Ой, какие я влюблю. В общем, счастье полные штаны. Мы уже выбрались, знаете, так долго я собиралась сегодня. Вон там Левка идет с двумя маленькими. В общем, грузимся. Вот, едем к Лене гостям. Так, это у нас первая остановка. Должен идти в билетик. Что тут происходит? Смакать фальш? Я пыталась пустоть деньги зайти в туалет. Обалдеть. Попытка номер два. Вообще, у меня кошелек. С прошлого года я его не доставала. И там лежат теньки еще. Вот, теперь я могу пройти. Ура! Туалет женский. Вот она я. Всем привет. Кстати, туалет тут самомующийся. Надо, даже прикасаться не надо. В общем, смывает и с каждым лукой крышкой он указывает. Правда, не знаю, чем моет. Мне кажется, я полуживая. Такие пробки, ужас. Какие-то стройки, пробки, стройки, пробки. Я уже все зря. Я уже ничего не собираю. Куда я еду? Чего я еду? Осталось еще полтора часа, я вам говорю. Все руки помою, куплю себе кофе. Самое интересное, да, в этот раз у меня нет... Вообще страха нет. У меня как будто инстинкт самосохранения отключился, честно. Если в прошлый раз я прям так за руль держалась, сейчас я вообще еду где можно 140-160. Это все от стресса, да, от усталости. Благо, что мы едем на море. Вот. И все скоро пройдет. Я заплатила за туалет 70 центов. Но на самом деле, как бы сам туалет 20 центов стоит, а 50 центов я получила гудшайн. То есть на 50 центов я могу сейчас что-то купить. Хотела кофе попить, но цены что-то пугают. Минс, кафе, латте. Латте я хотела 3.90, обалдеть. Айс и шоколады. Короче, по-моему, ничего, ни к чему я не буду добавлять. Нет, ну реально, средняя чашка кофе стоит 4.20. У меня почему-то трясутся руки, я почему-то себя очень плохо чувствую. Угадайте, почему тут Мордуся такая довольная. Ой, ребят, на, держи. Это нам. Держи, а то я пролью. Мама зашла в Бюргер Кинг и дрожащими руками купила бюргер для Леона. А Лёвка не захотела выходить. Довольны? Да. Всё, гудай аппетит. Может быть, что у меня давление поднялось, поэтому так плохо. Ну, что делать, дальше поедем? Ага. Кстати, помысл очень вкусно. Вот, иду. А я буду чекин-наггет с барбекю соус скушать. Глютен, глютен. Сейчас я покушала, попью колу. Сахар поднимется, и мне будет легче. Больше еще чекин-наггет суток одна осталась? Можешь кушать. Твой. Солнце такое яркое. А где на очереди? Очереди мне. В туалет? Там нету что-то. Ты еще хочешь кушать? Что ты еще хочешь? Еще хочешь. Еще один такой же? Ну, иди. Я подожду как раз. Сучка далеко. Где далеко-то даже 50 метров нет, Лёва? Знаете, куда идти? Вот сюда. Вот домик стоит. Это к Лёву далеко идти. Очередная пробочка. О, можно здесь побыстрее поехать. Так, едем, ребята, со скоростью 10 км в час. Торопимся. Волосы назад. Мы ехали-ехали и наконец-то приехали. Лёв, как дорога была? Тяжело. Тяжело, да? А тебе-то что тяжело? Ты кино посмотрел, покушал. Мне страшно у нас такое. Мне самой с собой было страшно. В общем, ребят, все хорошо, мы доехали. Все, сейчас будем с Леной встречаться. И я вас тоже вижу. Знакомьтесь, Лена. Настя. Привет. Привет, Лёв. Как? Хорошо. Все, встретились. Мои любимые сентябринки. В общем, о, куст послёна. В общем, ребятушки, у меня глазки-то разбежались. Мы попали к Лене на дачу. Поскольку мы завтра уезжаем, нужно сегодня собрать весь урожай. Леон уже лопает ежемалину. А я тут вообще просто до речи потеряла, увидев вот эти помидоры. Это как? Ручками все, ручками. Но они реально огромные, просто красные. Смотрите, вот моя рука. Лен, сколько он? Грамм 800, наверное. Это еще маленький. Один помидор был самый первый, который мы сорвали килограмм весом. Один помидор. Вот такой вот он. Смотри, вам. Огромный. Ага. Вон, смотри, какой интересный. Еще форма такая. Я представляю, какие они вкусные. Сейчас будем салаты кушать. Что ты там про ужин говорила? Вот же ужин. Вот, 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 огромный. Смотрите, вот. Ого. Ну да, приблизительно. Сейчас мы его и сорвем. Обалдеть, ребята. Они уже даже на земле вон падают, лежат. Да, они весны и весны. Угу. Вот, от этого я, конечно, обалдела. Лена молодец. Ой, а здесь ежемалинка какая. Ой, она упала. Ребята, это бомба просто. Она такая сладкая. Как вкусно. И же малина. Здесь нет ни молока, ни воды. Сейчас будешь бегать. Помогите, спасите. Я съел пенец. Красный, красный, красный. Лев, ты нормальный, нет? Ну, хотя бы семечки не ешь. Что, не такой острый, как хотелось бы? Пойдет? Сейчас теперь будет. Смотри, видишь, тебе аж три девушки снимают и смотрят твою реакцию. Тебе плохо не станет? Теперь пошло. Ну, давай, начинай бегать. Ох, боже. Не могу. Вы плевывай давай. У меня в желудок смотрит. Не глотай. Мы его не заставляли. Он сам сказал, хочу перчика. Ух. Ты его так научила кушать перец. Ну, мы едим острое. Но не в таких количествах. Он уже покраснел. И коту? Все. Водички бесполезны сейчас будет. Ну, острый перчик у Лены, конечно. Это чили, да, прям настоящий? Тотовичница. Пока я здесь ягодку ела, смотрите, Лена сколько набрала. Уружай. Что вы с ними будете делать? Ну, так это и с трех раз. Закатывать? Ну, да. Ну, знаешь, в закатке у нас вот это пойдет. Они хорошие. Такие плотненькие. Вот это называется. Нет, это Инкас. Инкас F1. Это этот гибрид. Ага. Но они хорошо прям в баночку, да? Да. Они, смотри, плотненькие. Форма такая. А из этих вот я позеленее собрала. Кстати, показывала в разрезе, да? Да, да, да. А эти я собрала сейчас позеленее, чтобы, ну, мама не ходила сюда, они дома доспеют, а внизу успелые. Их в салат вообще, знаешь, вот домашний лучок, маслечко, помидорчик и больше ничего не надо. Сидишь и кушаешь эти помидоры. Ты же переживала, что на ужин готовить. Они же помидоры кушают. Мы в прошлом году в Казахстане 4 недели ели помидоры и картошку. Ничего не надо было больше. Потому что они там такие ароматные. Марина, что приготовить, что приготовить? Салат и картошка. У меня мама в этот раз ездила, говорит, я одними помидорами питалась, езжу, говорит, они такие сладкие, такие ароматные. Когда там жила, говорит, вообще даже не ощущала. Говорит, а сердце, пожалуйста. Да. Не, у нас здесь помидоры вообще ни о чем. Ну, привыкаешь, да, постепенно. А потом, когда эти снова попробуешь, то уже те вообще на вкус ни о чем. Так что домашние. Ой, как они пахнут. Ну, это еще зеленый-то сделала. Специально грузовую, чтобы дома дозрели, чтобы мама долго еще не ходила. Слюнки не побежали на домашние помидоры. Что вы, Египта ждете, да? А мы все по дачам, по дачам. Египта не будет. Баба-яга против. Будет, будет, но попозже. Египта все. Отменили. Да, сейчас пойдем, пока помидоры закатаем. Да, да. Мы будем улыбаться и махать. Закатывать и махать. Это действительно уже, знаешь, это будет признак этого сумасшества. Я сначала огурцы, потом помидоры. Так, а еще у Лены, посмотрите, какие Далии. Это же Далии, да? Это же Далии, да? Георгины. Георгины, Далии по-мински. Обалдеть. С мою руку. В общем, кажется, мы точно ни в какой Египет не едем. Мы остаемся на даче. Делаем шашлык, грилем. Можно сходить в Альте, пока открыто. Погрелить вообще не могу. Ты в Египет хочешь, да? В помидоре есть огурцы, есть мясо купим и... Все, да. На неделю тут останемся, на две. Как раз на неделю, до второго. До тридцать первого. Ну, да. Красота. Тут ограничено. Ой, а здесь гладиолусы. Ребята, вообще такая прелесть, я не знаю. Вот, ну, это я же, я люблю цветы. Лена, значит, тоже цветы любит, да? Где я? Ты цветы любишь, да? Мама. Мама любит? А, хорошо. Примерно показательная дача. Так, тут у нас дети. Я не видела, у нас показательная. Я опоздала, да? Я вообще отстаю. Кто такой меткий стрелок? Так, не кидайтесь, я... Я с фенгалом завтра победу. Все, собрали мы урожай и потихонечку выдвигаемся. Хотела вам просто показать, это другая земля, Хессен. Мы живем в Баден-Вёртенберге, а это Хессен. И здесь вот на дачах совсем по-другому. Видите, здесь все огорожено, у каждого свой заборчик есть, вход есть, ключик. Вот, у нас все открыто. А здесь, посмотрите, как все аккуратненько. Прям частная территория у всех. И дачи такие более ухоженные, что ли. Ну, тут и домики даже есть, но разрешено. У нас на дачах нельзя домики ставить. Вот, потому что у нас Феррайн стоит на зеленой зоне городской. Вот, он не был изначально предусмотрен как дачный участок. Потом разделили на две части. В одной части оставили парк, а во второй разрешили садить. Ну, мы уже, конечно, понаставили там домиков, ну, таких вот. Вот, а здесь, смотрите, прям полноценные дома стоят. Шикарно, шикарно, ребята. Дорожка такая между дач, к парковке. Посмотрите, тут тыквы растут у кого-то. Мне нравится, классный участок. В общем, я от всех ушла. Ой, чтобы вам дать что-то показать. Оказывается, не в ту сторону. Потом спустилась. Да я ведро сейчас заберу. Я ведро оставила. Думаю, я сейчас красивый кадр сниму, как ребята с урожаем идут. Вот, они говорят, а нам в другую сторону идти. Так, сейчас забираю ведро. Мое с урожаем. Ой, красота какая, да? Недоблогер. Географический кретинизм. Меня снимает. Меня снимает. Это походку от бедра. Давай, давай, по подиуму. Да. 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 Я за вас только пошла, она будто в ту сторону. Еще и ведро кому-то поставила. Мое с яблуками. Ну ладно, ладно, все, запечатлели. А теперь я вас. Так, ну что, походкой от бедра? Ты знаешь, такой легкой походкой, как у тебя у нас не получится. Да, конечно, легкой. Пошли, пошли, пошли. Походка от бедра. Смотрите, смотрите, там же поме горочек. Можешь поправиться. А? Красота. Красота. Да.